Добрый вечер! Это 35-я серия проекта «Намедни наша эра» Современность, успевшая стать историей Сегодня 95-й год Расширение НАТО на восток Землетрясение в Нефтегорске Кафельников, русская звезда мирового тенниса Буденновск, убили Листьева Строительный бум в Москве Аумсинрикё, братва, новые доллары Обливание апельсиновым соком Эти кадры обошли мир Именно такое поведение моники На праздники по случаю переизбрания Сочли косвенным доказательством Правоты обвинения В традиции полуприличных анекдотов Про Вовочку Рекламируется немецкий прохладительный напиток С полунеприличным по русски Названием «Херши» В рекламные ролики фирменных товаров Приходят родные персонажи Ролики, снятые на Западе Для России не годятся Нашу глубоко своеобычную аудиторию Аршинам общем не измерить Она импортные товары любит А импортную рекламу нет Актриса Инна Ульянова Жиличка из коммуналки в фильме «Покровские ворота» Теперь приносит своим соседям Порошок комет Зачем я только не чистил А чище не становится Молодо, зелено Комет Самое современное средство У Панадола появляется Мария Привет, Мария Зашли сказать тебе спасибо Здравствуйте Малыш отлично выглядит Вся страна радуется Что с отбеливателем Асом Тетя Ася приехала Ну вот, порвалось Сорванет Сидров Пьет свой почти матерный морс Как фронтовые 100 грамм На 9 мая Япония выглядела страной 21 века Лучшая в мире электроника Самые быстрые поезда Самый трудолюбивый народ А перенасыщенность компьютерами При сохранении чайной церемонии Идеальное сочетание традиций И современности Но в 95 году оказалось Что и благополучную Японию Не минуют страшные напасти Разрушительные катастрофы И жестокие террористические акты Землетрясение превращает В груду развалин Расположенный в 400 километрах от Токио Город Кобе А мир уверяли Что японцы строят Только сейсмически стойкие дома 5,5 тысяч погибших В первые часы Еще 500 человек Умирают в больницах Город нужно восстанавливать заново Через два месяца Неизвестные террористы Распыляют в токийском метро Отравляющий газ Зарин Смертельную дозу получили 12 человек У нескольких тысяч Отравление различной тяжести В теракте обвиняют Религиозную секту Аум Синрикё И ее лидера Сёку Асахару В зданиях принадлежащих секте Находят следы производства Ядов и оружия Все руководство секты арестовано Из показаний выясняется Что Асахара хотел терактам Приблизить конец света В деле Аум Синрикё Возникает русский след При поддержке властей Секта вела активную деятельность В Москве Устраивались мероприятия Спорткомплексы Олимпийский Асахара регулярно выступал По радио и телевидению Своих боевиков японцы Учили у русских инструкторов Асахара даже приобрел В России вертолёт Как потом говорили Для распыления Отравляющих газов Над Токио Теперь и у нас Секту объявляют тоталитарной Суд аннулирует Её регистрацию В Большом балете Заканчивается эпоха Юрия Григоровича Он был главным балетмейстером 31 год В очередном конфликте Без которого не живёт Ни один театр Власти впервые Не на стороне Григоровича И в Большом Остаётся его соперник Генеральный директор Владимир Коконин Согласно новой системе Руководства Вводят пост Директора Художественного руководителя Им назначен Владимир Васильев Тоже оппонент Григоровича Григорович подаёт В отставку Со словами Порог Большого Не переступлю Поддерживающая его Часть труппы Устраивает первую В истории театра За бастовку 10 марта Они выходят на сцену И говорят зрителям Ромео и Джульетты Не будет Я, вы знаете В первый раз В Большом театре Мне очень-то осадно Что сегодня Мне испортили вечер Даже когда Шахтёры бастуют Они предупреждают Я пришёл в театр Понимаете Я заплатил за билет Деньги Я хочу посмотреть действия У них есть проблемы Какие-то Это их проблемы На постановке В Большом приглашают Именитых режиссёров Со стороны Но громких премьер Не будет долго В борьбу За российского покупателя Вступают И за 95-й год Её выигрывают Мелкооптовые Рынки И ярмарки Например В Москве Их число увеличивается В 10 раз По всей стране Население Отоваривается У расставленных На пустырях Рядов металлических Контейнеров Их называют Оптовками Меньше посредников Дешевле товар Самые бережливые Кооперируются С друзьями Соседями И берут Целыми партиями Цена ещё ниже Многие покупают На оптовке Долгохранящиеся продукты На месяц вперёд Чтобы перехитрить Инфляцию Рассвет Мелкооптовой торговли Возвращают К жизни Очереди На таком рынке Могут Стоять за продуктами Но не потому Что их больше нигде нет А потому что Деньги дороже Чем время В то время как Охотники Заряжали Ружья 1 февраля 95-го года Совершено Убийство Депутата Государственной Думы Сергея Скорочкина Фракция ЛДПР Вскоре Выясняется Что репутация Покойного Была Не бесспорной Один из Водочных Королей Подмосковья Он за год до этого Расстрелял Двух человек Из автомата По официальной версии В порядке Самообороны Начинается Серия громких Преступлений Связанных С депутатами Госдумы И особенно С их помощниками Скорочкин Опасался За свою жизнь Он отправил Семью в Лондон И пообещал Если со мной Что-то произойдет Деньги уже заряжены И пойдут Впереди меня Но о выполнении Заранее оплаченных Услуг по отмщению Ничего известно Не было Лидер ЛДПР Обвиняя всех И вся Называет убийство Зарайского предпринимателя Политическим Но следствием Подтверждается Сугубо Криминально-коммерческая Версия В том же феврале Убит помощник Депутата Пчелкина Владимир Орлов Его застрелил Другой помощник Депутата Вадим Петербургский Страна узнает Что пять помощников Каждому думцу Оплачивает казна А кроме них Народный избранник Может иметь Неограниченное число Помощников На общественных началах Например У Жириновского Их аж 129 Предполагается Что депутаты Обзаводятся помощниками Не бескорыстно А тысячам И тысячам Слуг Слуг народа Удостоверение Помощника Дает некий Официальный статус Потом будет убит Трижды судимый Беленштейн Помощник депутата Журко У Жириновского Погибнет помощник Дзень А у ЛДПРовца Филатова Застрелят помощника Усова И взорвут Помощника Францевича 95-й Год резкого Повышения Болельщицкого Интереса К баскетболу В стране И в мире В стране Из-за успешной Игры ЦСКА В клубном первенстве Европы В мире Особенно в США Из-за возвращения На площадку Его воздушества Майкла Джордана На полтора года Прерывавшего Свою баскетбольную Карьеру ЦСКА Обыгрывает Один европейский Клуб за другим И доходит до четвертьфинала Где встречается с греческим Олимпиакосом Матч в Москве Выигран С разницей в 30 очков Во втором матче В Пирее Греки берут реванш Третий решающий матч Тоже в Греции Перед его началом Баскетболисты ЦСКА Оказываются жертвами Гнусной диверсии В раздевалку Были подброшены Бутылки с отравленной Минеральной водой Пятеро армейцев Госпитализированы Матч в ослабленном составе ЦСКА проигрывает Расследование будет проведено позже Пересматривать не станут Великий Майкл Джордан Полтора года без особого успеха Играл в бейсбол И занимался ресторанным бизнесом Но баскетбольных кондиций Не растерял Клуб Чикаго Буллс Снова борется за чемпионство Джордана почитают Как американского героя Первый баскетболист-суперзвезда Он и сам баскетбол превратил В мировую суперигру В продаже все мировые марки Курева К 95 году 40% российских курильщиков Переключились на продукцию Западной табачной индустрии Которая к тому же Вовсю скупает отечественные фабрики В России всегда курили сигареты Восточного типа Крепкие, с повышенным содержанием Смол и никотина Этой традиции соответствуют Самые дешевые из западных марок Бонд и Магна Хит курительного сезона 95 ЛМ Почти столь же популярны Дорогие лидеры западных стандартов Мальборо, Винстон, Кэммел, Кент Состоятельные гурманы Выбирают Давидов и Парламент Заботящиеся о здоровье марки Лайтс Дамы предпочитают тоненькие сигаретки Коричневые Мор И беленькие Вок Выбор сигарет Как никогда связан с имиджем Курить это еще и пускать дым в глаза На высшей ступени табачной иерархии Стоят потребители сигар Их курение целый ритуал Сигару можно держать во рту и потухший Все равно имеешь вид прожженного буржуа Кстати говоря В Москве В России Очень много стильных людей Я так удивился, когда я был в Нью-Йорке Столько без кустицы Ровно через 20 лет После исторического рукопожатия В космосе Полета Союза Аполлон в 75-м Русские и американцы Вновь ударили по рукам Договорившись вместе Осваивать безвоздушное пространство Теперь в сотрудничестве Больше экономики, чем политики Наши предоставляют Американцам корабли-грузовики Орбитальную станцию Универсальный стыковочный узел И методику подготовки К длительным полетам В обмен на аппаратуру Для космических лабораторий И право пользоваться Американскими шаттлами Для доставки наших космонавтов На орбиту Первым из наших космонавтов На американском челноке Летит Владимир Титов Потом шаттл Атлансис Привезет с мыса Канаврил На станцию Мир Анатолия Соловьева И Николая Бударина И вернет обратно на землю Владимира Дежурова Геннадия Стрекалова И Нормана Такарда Американец пробыл на мире 110 дней Это первое взаимодействие Долговременной станции С многоразовым кораблем Заказное убийство Потрясшее всю страну Вечером 1 марта 95 года В подъезде своего дома Застрелен Генеральный директор Общественного российского телевидения Популярнейший телеведущий Владислав Листьев Около 9 вечера Листьев позвонил жене из машины И сказал, что ненадолго заедет домой В подъезде его ждали Охраны у гендиректора ОРТ не было Узкие лестницы подъезда Старого дома на Новокузнецкой улице Первая пуля попала в плечо Листьев пытается бежать наверх К своей квартире Но второй выстрел Пуля вошла в голову Под левым ухом Оказался смертельным Стрелявшие с места преступления Скрылись Захватив с собой оружие Но оставив нетронутым Портфель с крупной суммой денег Во дворе круглые сутки Стоят толпы людей У стены дома Курганы цветов Убили русскую мечту Представление о возможности Честного успеха В этой новой жизни Второго марта На всех телеканалах Отменены все телепередачи Кроме информационных В полной тишине На экранах Портрет Листьева Влияние телевидения Огромно Телеведущие Властители дум А самый популярный Из них был Любимцем нации Предполагается, что причина убийства Деятельность Листьева На посту гендиректора Он намеревался упорядочить Оборот рекламы На Первом канале Второго марта В Останкино приезжает Президент Ельцин Произошла трагедия Трагедия для Коллектива Останкино Для всех журналистов России Для всей России 3 марта Прощание В той же концертной студии Во время похорон На Ваганьковском кладбище Из-за огромного наплыва народа Перекрыта беговая улица А вскоре могила превратится В экскурсионный объект По Москве на экскурсию С посещением Ваганьковского мемориального кладбища Где вам все будет рассказано О жизни и творчестве Владимира Семеновича Высоцкого Андрея Миронова Владислава Листьева И других выдающихся детей Из нашей эпохи Получает сертификат Летной годности Ту-204 Второй после Ил-96 Российский лайнер Соответствующий мировым стандартам Он на 30% экономичнее И на 40 человек вместительнее Своего предшественника Модернизированного Ту-154 Лучшее в Ту-204 Крылья с загнутым кверху краем Худшее двигатель Ненадежные пермские моторы Заменят на английские фирмы Роллс-Ройс Новый самолет может быть И пассажирским, и грузовым Но стоит полтора миллиона долларов И перевозчики предпочитают ему Лизинг поддержанных Боингов Ту-204 окрыляет Российское самолетостроение Надеждами на будущее Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля В 95-м году получает Российский мультфильм В разделе короткометражек Побеждает дебют Алексея Харитидий Гагарин Героическое название Носит маленькая история Про маленького человека Так, червячка А, вот, нашла Поехали! Опа! Опа! Держи! Опа! Оп! Почимай выше! Бегай, бегай! Оп! Ха-ха-ха! Давай! А-а-а! Давай, давай, давай! Держи, держи! Божи! Божи! Сегодня погибла последняя муха, трозофила. При нестабильности курса рубля, наличные доллары – главное российское средство накопления. К 1995 году на руках у населения находится примерно 25 миллиардов долларов, примерно 80% этой суммы в 100-долларовых купюрах. Еще недавно в стране мало кто знал, как выглядят дензнаки США. Теперь же решение о замене нынешних 100-долларовых банкнот на новые встречено в России с куда большим волнением, чем в самой Америке. Представитель американского казначейства приезжает в Россию сразу после вашингтонской презентации новой банкноты. Он успокаивает население второй долларовой страны мира. У старых купюр срок хождения пожизненный, обменивать их совсем ни к чему. Но российские банки уже подсчитывают барыши от ажиотажного спроса на новые купюры. Говорят, доставка денег из Америки стоит дорого, при обмене будем брать 1-2% комиссионных. Американцы задерживают введение банкнот, и когда те наконец появляются, это не вызывает особого фурора. К тому же новые 100 долларов никому не нравятся. У Бенджамена Франклина на укрупненном портрете лицо какое-то одутловатое. В мае 95-го года человечество отмечает 50-летие победы над фашизмом. Торжества начинаются в Лондонском соборе Святого Павла, продолжаются у Триумфальной арки в Париже, в берлинском зале Шаушпильхаус, и завершаются в Москве. Съезжаются главы 52 государств, в том числе стран антигитлеровской коалиции, Израиля и Германии. Теперь ведь празднуют победу не над ней, а над фашизмом, и канцлер Коль посещает Люблинское кладбище, где похоронены немецкие военнопленные. По Красной площади проходят ветераны. У исторического музея ко Дню Победы поставили конный памятник маршалу Жукову. Парад техники на Кутузовском проспекте у Поклонной горы. Там закончили основной этап 30-летней стройки мемориального комплекса. Как и на всех особо важных монументальных объектах Москвы, работу возглавляет Зураб Церетель. Член ЦК, министр иностранных дел Рауль Руа и другие официальные лица. Приз Американской киноакадемии за 95-й год в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в четвертый раз получает русская картина. После фронтовой документалистики «Войны и мира» Сергея Бондарчука, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Оскаром» отмечены «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Друг товарища Сталина Камдив Котов Михалков, его жена Маруся Ингиборга Дабкунайте, ее первая любовь Митя, ныне тайный сотрудник НКВД Олег Меньшиков. Будут дороги ровные-ровные, туфельки будут удобные-удобные, носочки будут мягенькие-мягенькие. Почему? Ну как почему? Потому что мы для этого и строим советскую власть. Надюхаю. Чтобы у всех людей до старости были круглые-троглые пятки, вот как у тебя. Дачные разговоры и общее чаепитие, почти как у чеховских героев в Михалковской неоконченной пьесе 15-летней давности. А за забором уже ждет воронок. Голливудский рассказ о Сталинском Союзе. Первая русская послеперестроечная картина в западном прокате. Дома прокат не налажен, и Михалков сам возит свой фильм по городам. Нелегальное промышленное производство водки выходит в крупнейшие отрасли теневого бизнеса. В течение 95-го года в России ликвидировано полторы тысячи подпольных разливочных цехов. Ставится первый видимый заслон на пути фальшивой водки к покупателю. Акцизная марка. Бумажная полоска с несколькими степенями защиты служит знаком качества отечественного и импортного алкоголя. Конечно, человек может купить с рук бутылку и без акцизной марки. Но тогда он покупает заведомую фальшивку и сам отвечает за последствия. Как его предупреждали, распитие немаркированной бутылки опасно для здоровья. Две сенсации уголовной хроники 95-го года. В Москве из строго режимной тюрьмы «Матросская тишина» бежит суперкиллер Александр Солоник. В Нью-Йорке ФБР арестовывает называемого крестным отцом русской мафии в США Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Солоника за стопроцентную гарантию исполнения заказных убийств называли «Курганский терминатор». Его захватили тяжелораненым в перестрелке у Петровско-Разумовского рынка. Там погибли три милиционера и охранник. В клинике Склифосовского Солонику удаляют почку. А через семь месяцев он бежит вместе со своим тюремным конвоиром. Ушли, как в плохом детективе. Спустились по веревке с крыши. Иванькова Япончика в Америке обвиняют в торговле наркотиками и оружием, рэкетти, финансовых аферах. Он занимался иллегальным бизнесом. Как уверяют, имел от Лас-Вегаских казино по 300 тысяч долларов в день. Следствие считает, что Иваньков не терял связи с родиной, контролируя российский оборот сильнодействующих наркотиков и облагая данью соотечественников, переезжающих в США. Дело открывает по факту вымогательства Япончикам 3,5 миллионов долларов у небольшой инвестиционной фирмы. Обе истории закончатся через два года. Иванькова осудят на 9 лет, а Асалоника найдут убитым в пригороде Афин. После десятилетий скрытой политической борьбы, драки бульдогов под ковром, настали времена публичных схваток. Особо занятное случилось в июне 95-го года. В ходе теледебатов лидер либерально-демократической партии Жириновский и губернатор Нижегородской области Немцов обливают друг друга апельсиновым соком. А уже выключили? А мы выключили ваш микрофон уже. Так нельзя, не пойдет так нельзя. Жириновский сказал, что Нижегородская область лидирует по числу венерических заболеваний. Немцов предложил либерал-демократу пройти курс лечения от венерической беспокойности и показал журнал «Плейбой» со скандальным интервью собеседника. Переведено неправо. Негодяй. Ну, подонок. Я прошу прощения. Это подонок. Господа, я прошу прощения. Я могу как-то приснуть ему лицо. Тут передача была прервана и ответное обливание соком осталось за кадром. Правда, непонятно почему. Имевший огромный успех выпуск телепрограммы на следующий день даже внепланово повторяли. Как можно? Как можно? Оба сядьте, пожалуйста. Как можно? Что же делать? Ну, что же делать? Не удачусь. Сядьте, пожалуйста. Я очень рад, что мы вынуждены открывать нашу программу. Будьте с нами через неделю. Да. 14 июня 95-го года название бывшей станицы Святой Крест города Буденновска узнает, чтобы уже не забыть вся страна. Беспрепятственно совершив рейд по территории Ставропольского края отряд чеченских боевиков под командой Шамиля Басаева фактически овладевает райцентром и располагается в городской больнице Буденновска, удерживая около 1200 заложников и расстреляв на месте сопротивлявшихся. Басаев требует прекращения боевых действий и вывода российских войск из Чечни. Отряд Басаева, легковушку и два КамАЗа остановили на выезде из города и припроводили в райотдел милиции для проверки. Басаев вообще-то направлялся в Москву, собираясь сесть в самолет в аэропорту Минеральных вод. Расстреляв патрульных, но не сумев взять здание РОВД, чеченцы захватывают местный Белый дом, большинство заложников сгоняют на площадь перед ним. Потом движутся к большой, второй Ставропольской краевой, больнице на окраине Буденновска, беря по пути новых пленных. Проспект Калинина в Буденновске, улица, по которой шел к городской больнице отряд Шамиля Басаева, захватывая по дороге заложников и расстреливая на месте сопротивлявшихся. После первых сообщений с Буденновска страна в шоке. Унижение чудовищным насилием, злость на тех, кто эту войну затеял, а Затеев не сумел ее выиграть, и вот теперь в конфликт вовлечено мирное население. Ужас от совершенного предательства. Отряд Басаева, он же зашел в тыл, его пропускали на блокпостах, значит, за деньги готовы пропустить даже вооруженных бандитов. И страх растерянности за незащищенности. Впервые война не в какой-то национальной автономии. Война в самой России. Басаев до Буденновска преодолел 52 поста. Если случались заминки, давал 100 долларов и ехал дальше. Больницу террористы заняли к 16 часам, а к 10 вечера вслед за лучшими спецподразделениями из Москвы прибывают вице-премьер Егоров, министр МВД Ерин и директор ФСБ Степашин. Войска окружили больницу. 15 и 16 июня уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев пытается вести переговоры. В Буденновск стягиваются новые подразделения, и силовики решают действовать. Больницу в Буденновске на прежнем месте строят заново. И этот корпус с иголочки, он еще и напоминание о неуклюжих действиях по освобождению заложников. Выбран, может, самый неудачный, но очень решительный план – брать здание штурмом. «Альфа» занимает первый этаж, но заложники оказываются под огнем. Они кричат, чтобы не стреляли, и машут из окон белыми тряпками. «Альфа» вынуждена отойти назад на исходные рубежи. Как быть дальше – непонятно. Неожиданно в прямые переговоры с Басаевым вступает премьер-министр Черномырдин. Его разговор с террористом показывают по телевидению. «Шамиль Басаев, я еще раз хочу сказать, я нахожусь на работе, я отвечаю за действия, все, что происходит сегодня в стране. Я готов. Назовите мне время, когда. Сколько вам нужно времени, чтобы посоветоваться?» Они договариваются об условиях освобождения заложников. 19 июня к зданию больницы подгоняют автобусы и рефрижератор. Положив тела убитых чеченцев в холодильник, отряд Басаева уезжает из Буденновска, прикрываясь 150 заложниками и сопровождаемой 16 журналистами. Вечером следующего дня, уже в Чечне, боевики заложников отпустят, а сами исчезнут в неизвестном направлении. В Буденновске погибло 128 человек, раненых 196. У боевиков 16 убитых, 15 раненых. Другие видимые итоги трагического позора отставки Ерина и Степашина. Царский вид спорта, которым, подражая президенту страны, разом увлеклась вся элита. Наш теннис до 1995 года в мире котируется не очень высоко. Внезапный прорыв сочинец Евгений Кафельников, который еще в начале прошлого сезона занимал лишь 104 место в мировом рейтинге, закрепляется в десятке сильнейших. А возглавляемая им российская сборная успешно выступает на Кубке Дэвиса, неофициальном командном чемпионате мира. Кафельникова в теннисных кругах называют «русский гвоздь» и «калашников» за силу и точность удара. Считается, что он лучший в мире по приему подачи. По итогам года Кафельников шестая ракетка мира, а по заработкам впереди всех теннисистов. На Кубке Дэвиса наши доходят до финала, побеждая в полуфинале очень сильную сборную Германии. В решающей игре Андрей Чесноков четыре с половиной часа борется с Михаэлем Штихом. Немец девять раз мог выиграть одним ударом, но побеждает все же Чесноков. Главный теннисист страны не может остаться в стороне. Указом президента России Чесноков Андрей Эдуардович за стойкость, проявленную во время матча Кубка Дэвиса между командами России и Германии, награждается орденом мужества. Еще в девяносто третьем году была отменена прописка. Граждане России могут жить где хотят, кроме Москвы. Здесь существует особый порядок регистрации. Та же прописка. В девяносто пятом году, отчасти под предлогом военных действий в Чечне, милиция начинает охоту на не имеющих права находиться в столице лиц кавказской национальности. Городские власти и милицейские начальники доказывают. Большинство преступлений в Москве совершают приезжие, а кавказцы образуют мафиозные группировки по этническому признаку. Население такую национальную политику одобряет. Давно пора прижать в ногти этих черных, а то, понимаешь, наводнели наши рынки всякие спекулянты. Кроме рынков, милиция проводит облавы в гостиницах, на вокзалах, в вестибюлях метро, ловит, ориентируясь на внешность неприятности, ждут любого смуглого мошевича, вышедшего на улицу без паспорта. Подозревают и кавказцев, у которых с пропиской все в порядке. К зампреду Совета Федерации Абдулла Типову милиция приходит с проверкой домой. После десятилетий государственного антисемитизма по пятому пункту найден новый внутренний враг. Объявление. Меняю лицо кавказской национальности на жидовскую морду с доплатой. Даже когда гласность стала превращаться в свободу слова, внутриполитическая портретная карикатура оставалась неудобным жанром. Отечественной традиции не существовало никогда. Ни до, ни после революции не было принято печатать карикатуры ни на государя, ни на генерального секретаря. Первый президент тоже, в общем, оставался неприкосновенной фигурой вплоть до появления на канале НТВ программы «Куклы». Шоу с участием резиновых двойников государственных лидеров на Западе и политические анекдоты в России существовали давно. Нужно было набраться смелости соединить мировой формат с родимой кухонной привычкой. Смелости набрался продюсер Василий Григорьев. Автор первых выпусков писатель-сатирик Виктор Шендерович и режиссеры Александр Левин и Василий Пичул. Первые резиновые изделия стоят по 6 тысяч долларов и изготовлены в мастерской французского кукольника Алена Дюверна. Но стажировку в Париже проходит русский мастер Андрей Дроздов и далее все чучела будет делать он. Художественно убедительные, в декорациях и костюмах, политические истории по классическим мотивам, главные события телевизионного сезона. Уважаемые россияне, добрый вечер. В студии с обзором событий минувшей недели сами видите кто. Власти проявляют куклам особый интерес. Иоген прокурора Ильюшенко заводит дело о защите чести и достоинства некоторых героев программы и обвиняет создателей в финансовых нарушениях. Нет лучшей рекламы для политического шоу, чем политические гонения. Обвинения вскоре снимут, а премьер-министр даже встретится со своим двойником. Да, наконец-то встретились. Что ж ты такой мордастый? Отечественные авторы теснят иностранных классиков массового чтива. Отныне главный бестселлер «Русский боевик». Криминальная сказка с суровым героем и счастливым концом. Николай Леонов, Виктор Доценко, Даниил Корецкий, Фридрих Незнанский, Андрей Воронин. Совокупный тираж их книг с непременным продолжением. Миллионы экземпляров. Их герои – меченый, дембель, бешеный, по прозвищу «Зверь» – пришли из свежей криминальной хроники, их закалили горячие точки и российский беспредел. Наши шварценеггеры, они нашли золото партии и спасли мир от ядерной войны. Они убивают, чтобы не быть убитыми. Первые книги, рекламируемые по телевидению. Первые книги, которыми отмазываются от ГАИ. Форрест Гамб В главной роли – Том Хэнкс. Поздравляю, коммуникационер «Отлить». Он сказал, ему нужно «Отлить». Новый Дранк Нах Остен. 20 сентября 1995 года Совет НАТО принимает концепцию расширения альянса на восток, согласно которой страны бывшей системы социализма должны одна за другой стать членами агрессивного блока. В Кремле это решение воспринимается как вероломное. Оказывается, все эти годы, демонстрируя дружбу с Россией, Запад думал, как превратить бывших советских сателлитов в своих и дружить с ними против России. А кто еще может быть их потенциальным противником? Первыми в НАТО собираются принять Венгрию, Польшу и Чехию. Позже альянс планирует рассматривать заявки других восточноевропейских стран, в том числе Балтийских республик. Особое негодование Москвы вызывают переговоры НАТО с Украиной и Молдавией. После короткого перерыва, когда антизападные настроения в России считались пережитком, конфронтация снова входит в моду. Жесткие высказывания позволяют себе самые респектабельные либералы. Но к мнению России впервые за последние полвека не стали прислушиваться. Заявлено, что у России нет права вето на прием в НАТО новых членов и вообще она не может претендовать на особую роль в Европе. В одних газетах пишут, что «братва» – это самоназвание организованных преступных группировок. В других, что ничего страшного, «братва» слово «старославянское» означает «братья». Впечатляет фото в интеллигентском еженедельнике, надпись на новом церковном колоколе «от солнцевской братвы». По-другому звучат слова «крыша», «авторитет», «наехать», «замочить». Жить нужно по понятиям, забивая стрелки и устраивая терки-разборки на сходниках. Славными связками в такой речи служат произносимые смытищенским прононсом «чисто», «конкретно» и «чисто конкретно». Характерная жестикуляция называется «распальцовкой», оживленная жестикуляция – «пальцевеером». Гимн новых сообществ, хит 95-го года «Братва, не стреляйте друг в друга» в исполнении Евгения Кемеровского. «Братва, не стреляйте друг в друга, вам нечего в жизни велить». В отличие от преступности зарубежной, занимающейся обычно нелегальным бизнесом, наркоторговли, сутенерства и прочее, «Братва» по разным оценкам контролирует от половины до 90% всего российского бизнеса. Самые знаменитые «Братки» – столичные Коптевские, подмосковные Солнцевские, из провинциальных Тамбовские и Уралмашевские из Екатеринбурга. Вы русские сильные парни, и дух у вас никогда никому не отнять. Только сейчас, в черной вуале, скорбно склонившись, рыдает мать. На Ассамблее Всемирной Шахматной Федерации «Фиде» в Париже подает в отставку с поста президента филиппинец Флоренсио Компоманес. Он занимал этот пост с 1982 года. Свои преемники Компоманес предлагает президента российской автономии Калмыкия Кирсана Илюмжинова. Выясняется, что против делегации России. Распространено заявление Гарри Каспарова. Он тоже против. Анатолий Карпов призывает Компоманеса остаться. Компоманес благодарит за доверие, но настаивает на своем. Он согласен быть почетным президентом Фиде в случае, если настоящим президентом станет Илюмжинов. Ситуация разрешается неожиданно. Сотрудник российского посольства зачитывает обращение, подписанное вице-премьером Чубайсом и министром спорта Торпищевым. Государственные мужи просят поддержать кандидатуру Илюмжинова. Приписка первопрезидентского помощника Илюшина. С Ельцином согласовано. За Илюмжинова голосуют почти единогласно. Президентом Фиде становится совсем молодой человек, миллионер, не жалеющий свое состояние на шахматы. На севере Сахалина 28 мая 1995 года в час ночи по местному времени произошло самое разрушительное в истории России землетрясение. В эпицентре оказался город Нефтегорск. Подземные толчки в 9 баллов сравняли его с землей. Уцелело всего 4 здания. Из 3,5 тысяч жителей погибло 1958 человек. Землетрясение на Сахалине предсказывали, но точное место и сроки определить было невозможно. За три недели до случившегося Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит на острове специальное учение, а уже через сутки после удара стихии в труднодоступный район прилетело тысяча спасателей. Из-под завалов удалось достать живыми более 400 человек. Нефтегорск признали неподлежащим восстановлению. На его месте решили посадить лес и возвести часовню. В Москве строительно-восстановительный бум. Строят новое под старину и восстанавливают старое под новизну. Только в центре города реконструируется свыше 800 объектов. Хуже не будет, потому что портить нечего. ЮНЕСКО давно исключило Москву из списка городов, чей облик имеет особую художественную ценность. Новый московский стиль, тяжелый, официозный, вызывающий дорогой и нарочито-патриотичный. Любой дом завершает башенка-колоколенко, стеклянный колпачок на крыше. Ресинский ампир по фамилии шефа строительного комплекса Москвы. Возглавляемый Владимиром Ресиным комитет мэрии занимает здание, чей облик – лучшая иллюстрация всех трех строительных бумов. Заря русского капитализма, сталинский генплан, московское чудо 90-х. Главный объект – копия храма Христа Спасителя – стройка лично мэра Лужкова. Возведенный в честь победы над Наполеоном, взорванный коммунистами, самый большой в мире православный собор решают восстановить на том же месте, где затевали дворец Советов и где давно высох бассейн Москва. Против нового старого храма Христа Спасителя только художественные критики. Во-первых, для них само творение архитектора Тона – небезусловный шедевр. Во-вторых, говорят они, чем ставить новую огромную церковь в Москве, лучше бы помогли тысячам нищих приходов по всей России. И, наконец, будет тело храма – хорошо. А как быть с внутренним устройством, с отделкой, с росписями, с рельефами? Подземная автостоянка – это что получится? Храм Спаса на гаражах? Из критики делается единственный вывод. Новостройку теперь называют не восстановлением, а осторожнее – воссозданием храма Христа Спасителя. Но художественные критики не понимают главного. Официальное православие и для народа, и для власти, и сто лет назад, и сейчас – одно и то же. Храм должен быть большим, богатым и под старину. Важнейший мирской объект – торговый комплекс на Манежной площади – критикуют за то, что подземным он остался лишь в проекте, и Кремль с центральной Тверской улицы загораживает фонарики и стеклянные купола. А зверушки работа Зураба Церетели, точь-в-точь, как на детской площадке, но из благородных материалов, резвятся недопустимо близко от могилы неизвестного солдата. После заключения мирных соглашений между лидером Палестины Ясером Арафатом и руководителями Израиля, премьер-министром Ицхаком Рабиным и министром иностранных дел Шимоном Пересом, высказываются опасения за жизнь подписантов. Всем памятна судьба предыдущего арабо-миротворца Анвара Садата и наиболее вероятной мишенью террористов считается Арафат. Израильтянам с их, как полагают, самой надежной системой госбезопасности бояться нечего. В 94-м году три политика делят Нобелевскую премию мира, в 95-м случилось невероятное. Премьера и национального героя Израиля застрелил еврей. На митинге сторонников мира в Тель-Авиве Рабина почти в упор расстреливает студент Игал Амир, член правоэкстремистской организации яростных сторонников войны. Рабина считали символом Израиля. Бывший начальник генштаба, всю жизнь воевавший с арабами, все-таки решил с ними договариваться по-хорошему. На очередных выборах сторонники Рабина потерпят поражение. Общество потребует более жесткой политики и правительство воинственного блока Ликут приостановит мирный процесс. В декабре 95-го года вторые выборы в Государственную Думу. В олеизъявлению народа предшествует вполне полноценная предвыборная кампания. Несмотря на внушительные бюджеты, первая попытка использования современных политтехнологий заканчивается неудачей. Усилие доморощенных имиджмейкеров ничто в сравнении с сетью первичек на местах. Больше всего голосов по партийным спискам набирает коммунистическая партия. Можно ставить или на идеологию, или на харизму. Одни – это прежде всего коммунисты и партия власти «Наш Дом Россия» с премьером Черномырдином во главе. Их программы понятны. Все будет как раньше, и все будет как теперь. Программы большинства других партий неведомы, зато их лидеров знает вся страна, и рекламные ролики просто призывают голосовать за Ивана «Он хороший мужик». Партия Жириновского, существенно потеряв, все же имеет более 10% голосов. Из либералов 5% барьер преодолевают лишь «Наш Дом Россия» и «Яблоко». Председателем Госдумы становится член ЦК Компартии, бывший главный редактор «Правды» Геннадий Селезнев. Свежая музыкальная волна популярности, коммерческий успех имеют группы вроде бы и не попсовые, но и не рыцари настоящего рока. Это рок несерьезный. В музыке все меньше борцов и все больше отвязных. При желании Екатеринбургскую Агату Кристи можно считать арт-роком, а питерских чижа и компанию ритмент-блюзом. Давай разруем снег и найдем хоть одну мечту. Можно «Ногу свело» называть патологической клоунадой, но главное – безидейное настроение, отчего новомодные команды конкурируют как музыканты с западными группами, а как массовики-затейники с русской галимой попсой. Это была 35-я серия проекта «Намедни. Наша эра». Следующая серия – 96-й год. «Понадол», «Мир в Чечне», «Президентские выборы», «Голосуй сердцем». «Коржаков», «Барсуков», «Сосковец», «Макарена», «Коровье бешенство в Европе», «Взрыв на Котляковском», «Примаков вместо Козырева», «Налоговая декларация», «Интернет», «Захват японского посольства в Перу», «Иванушки Интернешнл». До следующей серии и следующего года. Счастливо! Счастливо! Счастливо!